Здравствуйте! С 2003 года в нашем регионе проводится форум Архангельская торговля. Организует его правительство Архангельской области и каждый раз он посвящен определенной теме. Восьмой собрал специалистов и владельцев предприятий общественного питания. Именно в этой отрасли наблюдается отрицательная динамика. За два последних года количество предприятий общепита сократилось на 11%. Есть ли выход из кризисной ситуации? Эти дела мы обсудим с Натальей Мчедлидзе, бизнес-консультантом по торговым технологиям. Здравствуйте, Наталья Ивановна! Здравствуйте! Вот губернатор Игорь Орлов назвал сферу общепита таким драйвером развития экономики региона. Вы с этим согласны? В принципе, да. Почему? Потому что если мы говорим о сокращении на 11%, то мы должны уточниться, а что сократилось? Какие форматы? Сократился формат столовых. Поскольку сократился формат столовых, это сказало о том, что наш потребитель, наш клиент стал более требовательным. Извините, слово «столовая» не подходит? В столовой не хотят кушать. Вот так еще можно проще сказать. В столовой не хотят есть. Население переключается на кафе, переключается на рестораны, в зависимости от того, какой уровень дохода, на закусочные. И в связи с этим именно 11%, о которых мы и говорим, это сокращение именно формата столовых. То есть это говорит о совершенстве сегодня обслуживания, вернее, с точки зрения новых форм питания, более совершенных, более эстетичных, более, так скажем, вкусных. И позиции, скажем, обычного совковского питания отошло небытье. По-вашему, это не только смена вывески столовая на кафе, да? Все-таки перспективы есть у этой сферы? Есть. Почему? Потому что исследования показали, что на одну тысячу жителей города Архангельска приходится одно предприятие питания. Это очень мало. В тот момент, когда на одну тысячу жителей города Архангельска приходится 240 магазинов. Однако же проблемных мест в сфере общепита их предостаточно. Много. Самая основная проблема, которая остается, это качество еды. Наш клиент выбирает предприятие, где вкусно готовят. Поэтому, если коснуться, что является основой для выбора, где покушать, то, прежде всего, это, конечно, качество еды. Безусловным фактором является и цена, потому что сегодня высокая стоимость, а наши жители готовы тратить на питание вне дома не более 300 рублей, говорит о том, что будут востребованы форматы, которые сегодня предлагают демократичные цены. Если говорить о том, как будет развиваться в дальнейшем, какова причина и какова проблема сегодняшнего, скажем, предприятия питания, то, на мой взгляд, это маленькая ориентация на потребности своего клиента. В основном это видение или концепция, как мы еще говорим, предприятия, так как это видит непосредственно сам хозяин, сам владелец. Вот он видит его таким, но в меньшей мере она увязана, а какое предприятие хотел бы видеть непосредственно его клиент. И отсюда идет разночтение. Да, ведь вы не считаете проблемой, что федеральные сети как раз снижают товарооборот местных производителей? Вот здесь есть существенный минус для нашего? Вы знаете, если коснуться общественного питания, то к нам пришли вообще международные сетки в виде Макдональдса, пришли сетки транснациональные, которые распространены практически по всей России, но мне импонирует, что у них, что это, во-первых, формат фастфуда, чувствуете, да, есть формат ресторан, есть закусочная, есть бар, есть кафе. Это формат фастфуда. Фастфуд предполагает быстрое питание, в котором действительно невысокий уровень цен, и они свою нишу очень хорошо занимают. Это лидеры, у которых есть смысл поучиться при тех проблемах, которые имеют место быть. Это с точки зрения и технологий, и ценообразования, и продвижения, а самое главное, персонала, которого на рынке труда просто нет. Ну вот нашего фастфуда нет, вот архангельского, так сказать. Фастфуд по-архангельски его нет, это все приезжие, заезжие. Да, чаще всего, да. У нас кафе, у нас преобладает кафе. Их тоже в какой-то мере можно отнести в зависимости от ассортиментного предложения, в зависимости от ценовой позиции. Их тоже можно отнести, определенные кафе к фастфуду. Единственное отличие от пришедших фастфудовцев, это оптимальный ассортимент, низкие затраты, следовательно, более высокая рентабельность, умение привлечь и удержать клиентов. Но, однако, не все задерживаются, да, на нашем рынке? А почему? А та же проблема, которая имеет место быть и у местных операторов рынка. То есть это не владение и не умение понимать, а что сегодня этот рынок хочет именно в Архангельске, или в Северодвинске, или вообще по области, подстроить предложение под именно эту целевую аудиторию и отработать все составляющие технологии бизнеса. И это, как правило, тоже приводит к тому, что рынок покидается теми, кто с этим не справляется. На региональном торговом форуме, который прошел в Архангельске год назад, выступление многих лидеров, экспертов рынка прозвучала вполне здравая мысль. Если производить мы практически разучились, давайте учиться грамотно продавать. Это, наверное, даже... Это прозвучало, да, это хороший лозунг прозвучавший, так скажем. Посыл, он очень важен, но нужно сказать, что это еще остается большой слабой нашей стороной. Правильно продавать, продавать так, как сегодня требует рынок, мы еще не научились в полном объеме. Есть предприятия, которые это отрабатывают, которые доводят свои стандарты обслуживания до совершенства, которые бьются за своего клиента, но таких немного. Основная масса сегодня наших предпринимателей, работающих на рынке питания, к сожалению, отстающие технологии. Но, вот знаете, говорят, что да, вот вы там где-то учились за границей, или еще какому-нибудь менеджменту, там, и другим вот тем пресловутым перспективным технологиям. Однако же у нас здесь все по-своему, да, у нас здесь вот провинциально, по-местному, и вот эти все законы к нам, они отношения не имеют, так? Нет, я не соглашусь с этим утверждением. Дело в том, что это просто, знаете, я хочу оправдать свою неуспешность, не более. Почему? Потому что, вот, например, если коснуться Архангельской области, там клиент выбирает предприятие, больше напоминающее европейское. Они это любят, для них это статусно, для них это приятно. Потребитель или клиент Архангельска, он любит даже некую такую деревенщину. В данном случае я говорю сейчас о концепции внешнего вида предприятия питания. Но вот утверждение, что западный с нами не стыкуется по менталитету, нет. Мы также требовательны к еде, мы также требовательны к цене, мы требовательны к обслуживанию, мы очень болезненно воспринимаем, когда она к нам невнимательная. Поэтому это также будет вести себя гость, который пришел в предприятие питания за рубежом, и гость, который пришел к нам в Архангельске покушать. Ну вот вы уже несколько раз упоминали, что качество еды, качество еды страдает. А почему? Что такое? У нас поваров нет, что? Вы знаете, вот на мой взгляд, основной проблемой здесь является очень раздутое меню. Мы стараемся сразу отработать очень большой объем предложений для клиента. Вот был один из выступающих предпринимателей, он говорит, у меня 150 наименований. Маленький городок с очень маленькой численностью населения. Есть такое правило, правило Парета, никто его не отменял, это природное правило, где четко сказано 20% блюд вам приносит 80% дохода. Значит 80% это ваш баланс. Да, это все лишнее. А за этим идут затраты на закупку, на хранение, на переработку. А оно не востребовано. Кроме того, когда мы готовим блюда, у нас нет отличия особых в кухнях. Мы очень часто, вы греческий салат можете везде купить. Чувствуете, да? То есть я не создаю фишку в блюде, который выгодно отличает меня от моего конкурента. Поэтому сегодня борьба за клиента, это прежде всего то, из чего мы готовим, то, как мы готовим, как мы это оформляем. И такого не должно быть у соседей. Тогда мы востребованы. И вот это, конечно, очень актуальнейшая проблема просто кадры, да? Кадры у нас сегодня остаются очень острой проблемой. И в ближайшее время ее не решить. Почему? Потому что количество предприятий растет. И динамика при 11% сокращенных столовых. Динамика остальных форматов растущая. И здесь требуются профессионалы. А профессионалы у нас готовятся в очень маленьком количестве учебных заведений. В небольшом объеме. Потому что это профессия, которую нужно любить. В которой нужно уметь работать. И среди молодежи, я бы не сказала, что есть серьезный посыл на освоение именно этой отрасли. С точки зрения посвятить себя, жизнь рестораторскому делу. А от чего зависит качество обслуживания? От хорошей зарплаты? Какие мотивации может предложить владелец, директор общепита? Дело в том, что я считаю так. Что в любом деле, в том числе и в предприятии питания, мы должны быть завязаны на результат. Все сотрудники должны видеть четкое целеполагание. То есть нам сегодня нужно выдать план такой-то. Как мы будем это достигать. На первом месте будет стоять обслуживание. Тогда это разработка и внедрение стандартов. И зависимость оплаты, безусловно, непосредственно от того, какого результата мы достигли. К сожалению, мне очень часто сейчас, когда я наблюдаю компании, в которых работает персонал. Я очень часто замечаю такую картину. Вызывает недоумение, кто кого нанял на работу. Работодателя, обслуживающий персонал, либо персонал нанял работодателя. Диктат идет с обратной стороны. Не ты так другой. Не ты так другой. В результате частые перемещения, неумение выстроить мотивационную часть заработных плат, завязать на результат и отследить, внедрить и проконтролировать, к сожалению, до сих пор является слабой стороной управленцев. Да, но все-таки, да, это все-таки вина или беда управленцев. Да, это вот менеджмент в этом плане достаточно слаб. Мы можем прекрасно готовить, но не умеем правильно управлять поварами. Мы можем знать какие-то вещи, как должно работать предприятие питания, но не умеем это довести до логического завершения. Отсюда проблемы предприятия не приносят того дохода, который ждет от него хозяин. Мы говорим об общепите, однако же эти же законы, эти же правила, они распространяются ведь вообще на торговлю, да? А вот наличие гигантских наших торгово-развлекательных центров для Архангельска это благо или ошибка с точки зрения маркетологов? Торгово-развлекательные центры это хорошо. Почему? Потому что народ должен развлекаться. И хорошо, когда эти места есть. Другое дело, а какого размера эти площади должны быть? То, что есть сегодня у нас, они мне напоминают московские. Москву, которая сегодня представлена совсем иным количеством людей. Там миллионник, город-миллионник, причем не одного миллиона. У нас 355 тысяч. Если вы пройдете по Троицкому от Урицкого и до буквально Суворова, то вы увидите 17 торговых центров, не считая мелких магазинов, расположенных в первых этажах. Поэтому я за развлекательные центры и против их гигантомании. Почему? Потому что большие размеры обычно развлекательных центров предполагается размещение за зоной города, за зоной центра, потому что это сегодня не совсем красивый архитектурный облик. Это сегодня обычные коробки, которые сегодня должны быть просто функциональны и не более. А вот начинка внутри, это вся прелесть этого центра. Поэтому место, безусловно, должно быть за пределами города, потому что может возникнуть в центре города это коллапс, как транспортный, так и покупательский. Во-вторых, их количество, безусловно, должно быть регламентировано, потому что через некоторое время, будем напоминать Детройт, у нас будут пустые торговые центры, мы уже наблюдаем ямки. Поэтому если коснуться их количественной стороны, очень часто споры идут в прессе, какие должны быть торговые центры. Многие говорят, что нет, это нишевое, есть торговые центры для людей с невысоким уровнем дохода, то есть они разные, ничего подобного, мы это уже порожили, мы уже это прошли. И сегодня, да, есть торговые центры, где собраны низкоценовые товары, но надо сказать, что предприниматели, они не могут тиражировать количество точек. Почему? Потому что количество – это не качество, это не доходы, это не прибыль. А развиваться предприниматель может только, если он получает прибыль. Если большое количество точек, которые он открывает, это приводит к затратам, но не к росту прибыли. Если при этом не растет покупательская способность, она у нас не растет, предпринимателю снова нужно прилагать огромные усилия на разработку программ продаж. Программами продаж владеют далеко не все. Поэтому очень часто можно видеть, сейчас пика мы видим, что у нас 2-3 человека ходят в огромном торговом центре. Через некоторое время мы замечаем, что съехали одни арендаторы, появляются другие, пытаются пробовать выживать. И, к сожалению, надо констатировать, что размеры торговых центров должны быть адекватной численности населения, и тогда это будет некое соответствие. Главное – регулировать их количество. Да, Наталья Ивановна, вы сейчас все по полочкам разложили. Очень понятно, даже для человека, может быть, не продажника. Почему же владельцы все-таки открывают, идут на этот риск? Или они… Ну, они же должны просчитывать, хотя бы ближайшее будущее? Должны. Почему же этого не делают? Возникает резонный вопрос, а делают ли они это? Вот так. Да. Знаете, я знаю торговые точки, владельцы которых просто приходят на работу и думают, что у них все замечательно. А у них далеко все незамечательно. Через два года они получают совершенно обратный результат. Да. Да. И, к сожалению, сегодня можно столкнуться с такой проблемой, что неумение порой увидеть серьезность положения дел приводит предпринимателя к тому, что он берет и идет дополнительный кредит, который он знает заранее, что ему нечего будет гасить, и у него не будет денежной массы, позволяющей закрыть кредит, позволяющей заплатить, позволяющей что-то дополнительно открыть. Мне иногда напоминает решение отдельных предпринимателей, повторяю, отдельных не всех, а вось, а вдруг. Еще есть такие. Сейчас вдруг нельзя. Сейчас нужно все просчитывать. Каждый шаг должен просчитан. Он должен быть выражен в деньгах, он должен быть выражен в конечном результате и только в этом случае иметь право на решение, размещение, перемещение и так далее. Ну, может быть, не будем предрекать какое-то будущее, хотя, мне кажется, вы уже его нарисовали. Я вот хочу в связи с большими торговыми центрами спросить о принципе магазинов в шаговой доступности, магазин у дома. Они отживают свое или все-таки есть за ними? Нет, магазины шаговой доступности остаются популярными. Почему? К сожалению, или к радости, я уж не знаю, как это констатировать, для владельцев такого формата магазина. Мы ленивы. Мы стараемся ходить туда, где ближе всего. Поэтому магазины шаговой доступности, они предназначены для тех, размещаются в спальнике и позволяют делать покупки непосредственно в близости к дому. Они будут жить, будут жить долго и будут жить хорошо, потому что в них будут нуждаться всегда. Вот эту нишу можно заполнять? И торговля генерирует часть бюджета Архангельской области. А вот процент людей, мы уже говорили об этом с вами, который занимается профессионально, его все меньше. И вот мы сейчас говорим, одними словами не решить. Вы сказали, что выпускают мало очень специалистов. Что же все-таки делать? Какие-то есть предложения у вас, может быть, с высшей школой, там еще с образованием? Вот если коснуться образования, очень была востребована до недавнего времени, она сейчас востребована очень остро. Это специалист-маркетолог. Маркетолог, который позволяет развивать компанию. Он ее развивает, он ее направляет, он стратег, который позволяет увидеть как сильные, так и слабые свои стороны и увидеть свое движение вперед. К сожалению, эта специальность была закрыта. Непонятно как. У нас нет, кроме одного факультета информатики, это при СГМУ, который готовит работников с высшим образованием для торговли. Набора практически нет. Почему? Потому что, если я вас прошу, что вы окончили, вы скажете, СГМУ, то торговля и медицина плохо совместимы, психологически непонимаемы. Поэтому сегодня у нас нет ни одного, кроме этого факультета, высшей школы, которая могла бы готовить специалистов как для отрасли торговли, так и для отрасли питания. Мне кажется, что абсолютно недостаточно исследования рынка по потребностям в специалистах. В соответствии с этим, школа требует как средняя, так и высшая, специально имею в виду корректировки, потому что даже специальности, которые они готовят, сегодня рынку не нужны. Сегодня рынку не нужен товаровед-эксперт, потому что нет потребности в этом, но зато есть потребность категории на менеджменте. Вы какие-то предложения можете сделать в сферу образования? Если бы я была услышана, если бы я была услышана. Сейчас мы готовим в следующем году, опять-таки правительство Архангельской области, Министерство агропромышленного комплекса и торговли, мы готовим совместную конференцию, посвященную кадровым вопросам, которая должна состояться в следующем году. Уже сейчас проведены исследования, исследования рынка торговли и общественного питания на предмет, какие специальности нужны, чтобы можно было пригласить школу, высшую школу, среднюю специальную, и обсудить вопросы, а как же должна реагировать эта отрасль на запросы именно специалистов из области торговли и общественного питания. У нас, вот вы сейчас обрисовали достаточно много проблем, проблем острых, которые надо все-таки решать, чтобы мы двинулись вперед. И все же перспективы-то у нас есть стать конкурентоспособными с первоклассным обслуживанием, с широким ассортиментом товаров, такой с гибким ценовой политикой, с красивыми залами. Вы знаете, на это все только ваша воля, ни более, ни менее. Если предприниматель понимает, что сегодня конкурентоспособность определяет это, насколько ты качественно обслужил, правильно предложил, правильно установил цену, обеспечил комфортное пребывание клиента, тем больше вероятность выживания. Да, это все имеет право на жизнь. Лишь бы была ваша воля и понимание того, что есть очень хорошая фраза, не сказанная мною, богатые учатся все время, а бедные и так все знают. Прекрасно. У меня в конце нашего разговора есть небольшой блиц. Вот три основных признака хорошего ресторана или кафе как вам больше нравится? Вкусная еда, оптимальные цены и безукоризненный сервис обслуживания. Главное блюдо вашего новогоднего стола? Оливье. Сами делаете? Да. Какой ресторан или кафе, ну, будь вот такая ситуация, вы бы открыли в Архангельске? Формат ресторана? Да. Если бы коснуться открытия ресторана, я бы не стала открывать ресторан, честно говоря. Почему? Этот формат в ближайшее время будет стагнировать. Почему? Потому что сейчас платежеспособность, мы все затянули пояса, честно говоря. Поскольку мы затянули пояса, то количество людей, желающих питаться именно в ресторане, я считаю, что уменьшится. Сейчас будет переключение больше на кафе, поэтому я бы открыла кафе, открыла бы, честно скажу, я бы открыла формат пирожковый. И прекрасно на нем зарабатывала. А скажите, Наталья Ивановна, покупатель всегда прав? Вы знаете, покупатели разные. Сказать, что он безукоризненно всегда прав, это было бы неверно. Мы приходим иногда с дурном расположении духа, нас раздражает все, чтобы для нас хорошим не было сделано. Поэтому он не может быть всегда прав. Где-то он перебарщивает. Интернет-торговля – это будущее? Это будущее. Потому что кадров нет. Спасибо вам большое. Спасибо за разговор. Нашей гостьей была Наталья Мчатлидзе, бизнес-консультант по торговым технологиям. Многие слышали историю про человека, который получил директорскую должность впервые в жизни. Кризис, временные трудности нужно переждать, звучало от руководства и подчиненных. А дело было в январе, самом проблемном месяце в плане продаж. В первый же день новичок получил прибыль, во вторую неделю выручка компании стала в три раза больше, чем в первую, а за месяц директор перевыполнил план декабря вдвое. Как же ты смог столько продать, не понимали окружающие. Ведь кризис во всей отрасли каждый год в этом месяце. Кризис, удивился директор, а я и не знал. Вот такие дела. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok